Сейчас перед вами выступит загадочная группа. И несмотря на то, что один из них в жабо... Это молодая юмористическая группа. К их текстам с юмором надо относиться. Поддержим. Ну он точно нашу песню послушает. Да сколько к Майку таких ходит? Слушайте, а это самозванцы какие-то! Виктор, Майк. Сухой будешь? Можно. Вы спеть хотели? Пойдем. Вы хотите с драм-машинкой выйти? Это не рок-н-ролл, это диско какое-то. А что плохого? Диск. Звук говно. Дело сейчас не в звуке. Майк, ты опиши свой идеальный концерт. Стадион тысяч намного, дым разноцветный, три барабанщика. Я по-другому, конечно, все это вижу. Этот Витя, который без денег, сказал, что за новой волной будущее. Бездельник теперь влияет на твои музыкальные предпочтения? Ни на что он не влияет. Витя, пойдем поговорим. У нас просто детский школьный роман. Гуляем, за ручку держимся. Восьмиклассница. Ты же знаешь, что держаться за ручку – это опаснее, чем что-нибудь другое. А что, если в твоей восьмикласснице взять последний припев и транспонировать на тон выше? Мне пока нравится, как есть. Пришел домой… Вот это что такое, а? Я бездельник ООО. Мама-мама, я бездельник УУ. Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Может, попробуем их просто спеть? Мои друзья всегда идут по жизни маршем… Вот как начнут пионеры твои песни орать, вот там будет звук. Сколько у пивных вольков… Название нам нужно новое, простое и короткое. Пиво? Спроты. Вино. Страна в сторонам! Витю надо записывать, пока не поздно. А что с ним может случиться?